здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня я решила сделать разбор нового фильма который вышел вчера на канале у ксении собчак это фильм расследование одной чудовищной ситуации одного ребенка мальчика изнасиловали в школе старшеклассники причем это произошло несколько раз и в какой-то из этих эпизодов после какого-то из эпизодов родители заметили что что-то не так стали разбираться и поняли что произошло после этого они обратились правоохранительные органы и здесь началось вообще нечто вообще чудовищное вся общественность их населенного пункта встала на сторону тех кого они обвиняли в изнасиловании в общем все стали выступать против семьи пострадавших и здесь я решила что это дело нельзя оставлять просто так ему надо давать максимальную огласку потому что я как специалист вижу это вранье и сейчас давайте вместе с вами разберемся где и кто врет и сделаем определенные выводы надеюсь что с нашей помощью это дело получит максимальную огласку и виновные будут наказаны но давайте разбираться где мы видим обман и как он происходит потому что этот обман часто происходит и в нашей жизни вот мы пронаблюдаем как ведет себя человек который пытается избежать ответственности давайте первое сейчас я включу мать одного из подозреваемых что она говорит об этой ситуации и самое главное как она говорит об этой ситуации давайте внимательно за ней наблюдать 22 января 2023 года наших детей а вот смотрите первое что бросается в глаза она старается не смотреть на собеседника это ну скажем так ну можно отнести к тому что она стесняется или еще что-то да она не привыкла перед камерой выступать поэтому да можно это немножечко сделать на это скидку да и посмотрите здесь идет вот сейчас обвинили посмотрите она опустила челюсть и при этом повела челюстью то есть это скрытая угроза скрытая агрессия то есть она говоря уже ну в принципе да вот в ситуации понятно что она плохо относится к противоположной стороне да и вот сейчас она нам продемонстрировала это отношение дальше изнасилование малолетнего мальчика посмотрите сжала рот губы подбородок скрывает информацию облизала губы поиск информации потому что губы это поиск информации здесь и сейчас по ситуации и вот облизывание губ это говорит о волнении и а бог и о поиске информации кстати часто облизывание губ говорит и о том что нам интересно что-то да об интересе к чему-то с этого времени мать этого мальчика при слове мать этого мальчики мальчика отклоняется кистью отталкивает локтем отталкивает опускает челюсть и ведет челюстью так вот давайте видите вот она челюстью ведет дальше отвращение презрение с опущенной челюстью презрение с опущенной челюстью говорит о том что человек в данном случае при сравнении презрение это эмоция сравнения если мы говорим это на подъеме что называется вот это вернее если мы демонстрируем презрение на подъеме как правило это поднимается через то это говорит о том что мы как бы объявляем миру что я красавчик когда это делается с опущенной челюстью это говорит о том что я вот в этой ситуации не красавчик я в этой ситуации подавлен да я здесь проиграл вот поэтому здесь конечно же на лицо подавленность до определенная но тем не менее скрытая агрессия подавленность идем дальше вот смотрите с помощью блогеров начала активно а вот что ее испугало это то что с помощью блогеров она все-таки достучалась до справедливости понимаете то есть вся общественность стала конечно на сторону подозреваемых да потому что там у них клановость потому что там все друг друга знают и семья потерпевших они приезжие насколько я поняла они приехали в этот населенный пункт и поэтому на их стороне было меньше людей да но видите как получилось что она привлекла блогеров она стала об этой ситуации очень громко говорить и соответственно вот такая реакция то есть здесь я проиграла говорит ее лицо но идем до распространять сведения об этом факте обвиняя наших детей а здесь конечно же оговорочка как говорится по фрейду об этом факте то есть она не уточняет об этом обвинении да вот если бы она действительно сомневалась в том что это было да если бы она знала что этого не было то она бы сейчас это фактом не назвала это знаете вот такой бессознательный процесс который ну вот если я знаю что я не брала какую-то вещь то я не назову это воровством я буду называть это другими именами но она это сказала что этот факт да ну ладно идем дальше совершение особо тяжкого преступления после этого следователей следственного комитета нарушая требования закона в том числе права несовершеннолетних а к а вот здесь вот знаете всегда надо слушать что человек говорит свое оправдание и как правило любой человек для того чтобы оправдаться самый главный козырь самое главное вот то что то то что на самом деле да он будет говорить первым потому что ну вот если там скажешь ты украл нет я не крал да то есть ты изнасиловал нет я не изнасиловал то есть получается что в первую очередь любой человек будет самые вот самые сильные аргументы предъявлять самые важные для него аргументы а она начинает говорить о том что у них взяли показания без нашей без нашего ведома конечно же это на это неправильно конечно же это ну этому я думаю суд даст определенную оценку но это не самое главное самое главное это то был факт или не было первое она произносит это фактом да то есть она все-таки подтверждает косвенно что факт был дальше она делает акцент первое первое вот самое сильное самый сильный аргумент она называет то что без ее ведома у ее сыночки спросили взяли показания но это конечно же ну как бы не когда человек на самом деле знает что ее сын ничего не делал она будет аргументы предъявлять сразу другие а именно какой самый сильный аргумент в этом случае будет это то что он не был там то есть будет предъявлять максимально доказательство того что там его с ее сына не было вот это я считаю самый главный аргумент который работает в любом суде а то что там процессуальные какие-то нормы были нарушены это уже косвенный признак это уже не имеет такого большого значения как само преступление поэтому здесь конечно же она сама себя и ну топит да конечно другие мамаши ладно простите я сразу даю свою оценку она я просто тоже мать и я вообще смотрела это все с комом в горле честно говоря этот фильм тяжелейшая вообще вещь вот это все видеть и самое главное за этой человеческой подлостью наблюдать да так вот остальные родственники не стали давать показания но вот одна оказалась смелая и получается что спалила с потрохами своего сыночку давайте дальше идем звали давление на них на наши то есть на наши детей требовали и обратите внимание что она во первых мало смотрит на собеседника во вторых она обращается постоянно к к своей шпаргалки о чем это говорит да безусловно она может волноваться я допускаю этот момент но как правило люди когда боятся где-то проколоться они берут вот как раз такой же для жеста манипулятора какой-то отвлекающий предмет и вот этот предмет как спасательный круг когда ты очень сильно волнуешься ты либо взглядом можешь ухватиться за этот спасательный круг до либо подержать по помять не знаю но что-то поделать это и есть жест манипулятор то есть ну по сути здесь она естественно она волнуется но если бы она на самом деле считала и знала что ее сын невиновен здесь было бы больше эмоций никаких манипуляторов здесь бы не было и первыми звучали бы те аргументы которые на самом деле подтверждали бы то что ее сын невиновен а здесь получается что она по бумажке там написала определенный список аргументов да эти аргументы ну да безусловно это понятно что чтобы не забыть какие-то вот зацепки должны быть но она очень часто обращается вот к этой бумажке и часто вот именно для того чтобы лишний раз успокоить свою нервную систему это в первую очередь их признание путем угрозы без участия родителей и смотрите вот здесь вот она расширяется для нее это действительно самый мощный аргумент и о чем это говорит о том что более мощных аргументов у нее нету то есть она вот на этом строить свою линию защиты да вот самое главное для нее что без ее спроса ее сыночку допрашивали да то есть ну а настоящий аргумент был бы другой совсем да то есть ну как бы процессуальные нормы это косвенно идем дальше во время исследования дела все показания родителей из и свидетелей подтверждающий что наши дети не могли быть на месте преступлением видите опять оговорочка не могли быть вместо не были если бы действительно этого не было она бы говорила наши дети не были там и там бы не только показания родителей были но и самих во первых детей они бы сами это сказали во вторых было бы больше свидетелей и сейчас бы эти свидетели тоже ну вы ну вот любой человек вот любого из вас спросить если да и вот представьте ну как она сейчас будет утверждать что они были на волейболе вот если бы они на самом деле были на волейболе да вот представьте себе что вы играете с ними в волейбол да и вдруг на них приходит какое-то обвинение да вы побежите в полицию и напишите что я с ним играл вот в это время и он точно в это время не мог быть в другом месте я видел его собственными глазами любой человек так поступит любой ну естественно совестью даже если кто-то не хочет светиться как часто бывает так что люди не хотят лишний раз там идти в полицию там делать какие-то действия ради кого-то да но там большинство из команды это же командная игра до большинство из команды наверняка дали бы показания и сейчас они бы вот если бы ее пригласили да они бы тоже пришли ее поддержать то есть если это на самом деле было было бы поддержка более сильная у нее были бы аргументы более сильные здесь же получается что она просто вот знаете выдергивает какие-то факты даже не факты а возможности до возможности для того чтобы просто защитить это понятно что она мать естественно но тут конечно там тоже мать там тоже ребенок и поэтому конечно а то были отклонены так следствие не то есть отклонили их показания по поводу того что они не могли быть там ну не могли это не не значит не были учитывала что трое парни ранее между собой вообще не общались ну так-то общались да но вообще близко не общались а это вообще не имеет никакого отношения к делу какая разница вообще преступления совершаются бывают что совершенно незнакомыми людьми они скучка вались и сделали гадость ну поэтому это просто вообще никакущего отношения к делу не имеет но она это считает нужным доносить до общего сведения почему потому что реально рабочих аргументов у нее нет но и при этом обратите внимание она говорила с выставленным лбом то есть это упрямство саботирование вместо того чтобы вот действительно предъявлять какие-то аргументы и ими как-то ну вот то есть челюстью челюсть это когда у тебя есть чему ударить есть у тебя чем оперировать да вот вот когда ты силен то ты поднимаешь челюсть и ей идешь сражаться что называется когда у тебя нет аргументов челюсть прячется выставляется лоб и мы стоим на своем это физиология и в общем то ну вот так так всегда происходит поэтому но здесь понятно дальше версия с волейболом ну давайте послушаем и разберемся правда ли это вы мне можете описать что дело ваш сын в частности в тот день тогда он был на другом месте смотрите ну первое первое что она говорит и убегает убегает телом отступила о чем это говорит о том что эта версия не сильная эта версия не имеет никаких доказательств но если бы он на самом деле был на волейболе там был было бы много свидетелей ну соответственно при этом челюсть она держит высоко да она эту версию максимально подготовила вот для того чтобы она была рабочий и она наверняка этой версии на эту версию опирается для того чтобы вести какие-то процессуальные действия но эта версия очень слабая и она ну не имеет под собой никакой почвы вот смотрите как вот пожалуйста отклоняется ну как бы челюсть продолжает да вот но знаете вот здесь вот как раз противоречия с одной стороны когда у нас челюсть высоко мы идем вперед это такой посыл что я у меня есть аргументы да я иду вперед я буду драться а здесь получается челюсть держится да по привычке да как бы челюсть замерла на этом месте а тело уходит потому что телу страшно тело не любит врать понимаете и вот 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 он несоответствие несоответствие жестов и это это ее очень сильно выдает идем дальше он играл на секции волейбол а теперь давайте в замедленной съемки посмотрим как много нет потом голова к плечу не знаю а потом замерла а я замерла смотрит внимательно на собеседника зашла ложь или нет но и видит что не зашло видите замерла облизывает губы поджала подбородок то есть она понимает что ей никто не верит но как бы произнесла эту версию вот пожалуйста то есть она сама все нам рассказала это такое вранье махровое если вам вот так вот по-наглому что-то начинают врать то имейте в виду вот эти все жесты они на лицо человека не свойственно брать потому что для каждого из нас ложь это стресс и тело всячески сопротивляется этому стрессу и поэтому мы так реагируем понимаете вот в чем фишка вообще всего невербального поведения в том что тело не любит врать в отличие от наших мозгов мозги ищут где лучше да поэтому мы врем но тело ему не лучше от вранья потому что когда мы со врем это все надо во первых помнить во вторых вот все эмоциональные реакции воссоздать в третьих нужно еще свидетелей каких-то подговорить даю чтобы они тоже не прокололись то есть смотря какая ложь в любом случае это стресс для организма даже если по первому пункту просто это запомнить часто человек прокалывается на том что он забывает какие-то факты которые он сказал да а потом оказывается все равно вот телу неудобно врать тело затраги затрачивает много энергии для того чтобы поддерживать эту ложь и поэтому тело не любит врать поэтому она дает сигналы что я вру не надо мне верить и вот здесь вот просто вопиющий пример как она врет и ну естественно ей это надо сыночку спасать да но но нам с вами я надеюсь что все понятно с этой если можно говорить за видите замерла облизывает губы поджала подбородок но не получилось не по других детей двух остальных подозреваем да тоже один из парней домашний ребенок он вообще никакие секции не ходит на секции да какая нам разница вообще на какие секции он ходит или не ходит вообще это обобщение пошло то есть она для того чтобы от этого факта лжи подальше нас увести она начинает да она говорит действительно правду да действительно тот один мальчик ходит другой не ходит и для нее это важная информация для нас с вами важная информация где они были в момент этого изнасилования но здесь мы не получили четкого ответа с доказательствами то есть получается что она здесь соврала а сейчас вот она говорит какие-то общие вещи обобщает да да действительно информация которая нам с вами абсолютно не нужна не ходит а вот другой мальчик тоже посещает секцию волейбол и но не часто посещал секцию курит посещал сексу крыш так как он был учащимся 9 класса у него были консультации да но знаете вот сейчас я вам покажу фрагмент вот после этого фрагмента мне очень хочется чтобы ее сын получил максимальное наказание вот посмотрите коломазание может быть разными то есть от нервного заболевания может быть от болезни прямой кишки может быть или ну психогенного характера должен может быть у меня знаете у меня цензурных слов по по этому поводу вообще нет знаете вот так рассуждать ну во-первых расслабленная довольная да уже уже как бы тема не страшно здесь уже сыночку не обвиняют да уже как бы так порассуждать про коломазание которое произошло в результате этих насильственных действий да она рассуждает вот знаете когда ее сыночку я надеюсь посадят вот пусть она потом порассуждает по поводу вот так с таким же расслабленным довольным лицом пусть потом порассуждает про это это явление у своего сына и придумает ему какую-нибудь новую болезнь до которая стала причиной да конечно это это чудовищно вот этот фрагмент я думаю и натолкнул меня на то что это надо обязательно показывать потому что это это просто от ас вот я и я не знаю напишите вы в комментариях что вы по этому поводу думаете может только меня одну по этому поводу бомбит а это это как бы в порядке вещей да что мать так выгораживает своего сына и и что да она должна все предпринять ради него да да даже идти вот на эти всякие ухищрения так значит идем следующий фрагмент тут учитель к по-другому не назвать еще соседка потерпевших да давайте послушаем а вы не рассматриваете версию с изнасилованием ну ну так то я не верю в это дело в том что вот мальчики знаете здесь хочу сказать что убеждение всегда важнее логики к сожалению сейчас вот в россии да то что люди как правило вот старшего поколения да вот вот эта дамочка как раз к этому поколению относятся они привыкли верить телевидению да и вот то что пропагандисты несут это старшее поколение она уже впитала да и это у них уже убеждение и поэтому их переубедить невозможно потому что любые логические доводы они воспринимают штыки и вот этой дамочки тоже если сказать что то да и вот она там она все равно найдет оправдание она все равно останется в своих убеждениях потому что в таком возрасте убеждения менять уже опасно это же какой стресс опять-таки для организма это все равно что ложь лучше собрать чем поменять убеждения я живу с этими убеждениями сколько лет мне комфортно сытно вроде бы все хорошо а тут бах и при кто-то пришел и мне какую-то логику начинает стирать вот 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 это вот в общем получается что если у человека есть убеждения он найдет оправдание найдет аргументы и вот мы сейчас с вами про наблюдаем как чать как эта учительница ищет определенные аргументы для того чтобы поддержать свои убеждения были послушными хорошими спортсмены были есть такая версия то есть эти мальчики которых обвиняют в изнасиловании они же хорошие были хорошие мальчики да то есть это ловушка имиджа когда знаете если бы понты светились над москвой были бы белой ночью вот здесь тоже самое то есть произвели хорошее впечатление учителька уже за них уже как бы я не верю в такое да то есть конечно то школу настроили против семьи что у меня такого нет ну так то это семья очень трудолюбивая очень чисто плотная я так знаю так какая соседка мать конечно пьет видите сначала говорила трудолюбивые все и это довольно легко ей давалось потому что это правда да а дальше пошла с запинками говорить и пошла смотрите какая реакция говорит пьет тише и голова к плечу и за этого у деть дальше проверяет реакцию до собеседника поверили не поверили видят нет не по или на воспитание что пьет конечно а вот он вот он стресс виноватый стресс вернее смех от стресса когда человека поймали на лжи у него может быть разная реакция в том числе смех и смех смотрите такой застенчивый челюсть ниже опустилась счастливы тело убегает опять спряталась за плечо такая кокетливая девочка до которая ну ну что она сказала и сказала господи да что это имеет разве значение но все говорят да то есть у нее такое убеждение которое ей надо озвучить которые вернее даже это не убеждение убеждения в другом что этого не было и что они обманщики но здесь вот как раз под это убеждение подходит вот эта версия до что она пьет да и так далее и его и вот дальше пошла уже юлить юлить то есть вот это вот виноватая улыбочка ну понятно что в рёд и вообще в принципе знаете вот если мать пьет действительно чтобы не изнасиловать мальчика да если мать пьет я вообще в шоке причем тут вообще это даже если бы они были последними алкашами и это не повод для того чтобы измываться над ребенком вообще я просто в шоке это не имеет никакущего значения да то есть вот видите как она засмущалась такая ой ну что вы что вы но я я же хорошая иногда всегда она пьяная и семей всегда дерутся обобщение ну конечно же раз семья плохая значит и ребенка можно унижать бить и насиловать и так далее еще одна соседушка тоже вообще просто я я в восторге в восторге от этих людей вообще а если если даже было да то возможно кто-то старше но старший старший человек ну что не прикрывает может от своих возможно даже если смотрите как формируется фейк вообще сейчас это очень актуально потому что сейчас фейков просто вагон и маленькая тележка и они все пропагандируются с телевидения да так вот первое надо высказать предположение причем желательно чтобы это сказал какой-то авторитетный эксперт что делается на телевидении да ну вот сейчас в данном случае просто соседка да ну вообще в принципе чем авторитетней лицо будет тем больше это зайдет дальше высказываем предположение доказательств никаких не нужно потом это предположение может быть процитировано то есть кто-то ляпнул одна бабка сказала да оба с 2 просто процитировала да и дальше пошла информация да и оборачивается новыми какими-то фактами да ну вот сейчас в данном случае перед нами происходит зарождение этого фейка хотя этот фейк зародился до нас но нам с вами сейчас вот этот фейк пытаются как преподнести вот в виде вот такой вот вот этой дамочки да вот и ее устами и своих то нужно внутри 7 мы возможно даже что кто-то из семьи у вас такая версия до голова к плечу не знаю внимательно наблюдает заряд а кто это может быть и семьи там семья не очень большая думать не знаем мы там свечку не держали о как о как она оказывается свечку не держала то есть одно дело сказать да запустить вот эту волну да а другое дело нести ответственность на это я не подписывалась я просто фейк запускаю чтобы вы просто подумали в этом направлении да то есть я за я за них топлю да вот вот вы подумайте в этом направлении пожалуйста то есть вот оно все да еще одна супер эксперт шо но тут врет просто не краснеет причем профессионально но я так понимаю что она родственница одного из этих обвиняемых соответственно у нее прямой интерес нести эту пургу и несет пургу профессионально давайте посмотрим потому что семья они пиши и мигрирующие они постоянно здесь не жили ну они приехали сюда как только наверное передумали эту историю а мигрирующий а так это все решает действительно о чем мы с вами тут собрались действительно раз они мигрируют везде так их надо везде и насиловать да ну то есть логика просто железная оттаз имеет плохо по вашему конечно плохо детей до маленьких то они всегда собой брали а вот мальчик почти всегда вырос здесь кем работаете я медсестрой врачей на амбулатории и даже соседкой являюсь и первая пришла осмотрела мальчика и я первым осмотром не подтверждаю что ребенок изнасилован я не видела даже таких признаков кровотечений трещин отеков синяков не видела смотрите здесь налицо конечно же манипуляция с использованием разных слов специальных до специализированных профессиональных так называемых медицинских слов то есть это действительно подтверждает что она медик и это добавляет в какой-то степени веса и и словам она это делает умышленно для того чтобы действительно мы поверили да но при этом смотрите голова к плечу сейчас вот замедленная съемка надеюсь вот вот видите как говорит и голова не только голова к плечу но и плечо к голове то есть вот это вот не знаю говорит о том что неправду на говорит неправду но вернее она не знает она скорее всего да вот там еще был такой взгляд когда она сказала что я посмотрела мальчика вот здесь я тоже и не верю ну ладно вот вот в данном случае точно я и не верю потому что ну вот как бы вот этот жест мне говорит о многом дальше не видела сейчас видите вот кивок вот она говорит не видела и кивок видите то есть это несоответствие до того что она говорит если не видела то голова должна качаться так эмблематическая оговорка во время утверждения не смотрит на собеседника потом замерла и внимательно посмотрела на реакцию вы видите да и вот здесь уже идет поджимание губ видит что и не верят давайте я вам признаюсь я смотрела не видела снимки и смотрите когда почувствовала что ей не верят да и аргументирует то что и не верят она во первых отступила немножко отклонилась да и пошла рука к лицу это как раз вот манипулятор жест манипулятор для того чтобы успокоить нервную систему то есть вот что-то надо потрогать надо как-то отвлечься потому что ну вот нервничаю да там были трещины нет нет ничего неба и смотрите нет и дальше никаких аргументов она не приводит то есть у них разные мнения и если вот у меня например разное другое мнение да я привожу какие-то аргументы но если вы мои аргументы закончились или их нет то я как раз вот именно буду упрямо стоять на своем да вот если есть аргументы челюсть бы пошла вперед и я бы как-то эти аргументы выдавала нет же здесь челюсти остается низко и она еще немножко отступила но если есть снимок если в виду весь она от откуда брали этот эти трещины не знаю я это рисовать никак невозможно нет ничего не было даже ничего не было и при этом никаких аргументов не приводит челюсть наверх не выводит и ну вот если человек действительно обладает какой-то информации скорее но если бы она действительно его осматривала как медик да и действительно была бы причастна к этому делу вот именно как профессионал то она бы здесь не вот вот этой саботирующей позиции да вот вы с выставленным лбом просто нет она бы не говорила она бы это подтверждала фактами фактами аргументами какими-то терминами да она бы продолжила а здесь она сдулась понимаете сдулась и просто стоит упрямо на своем вот и все может подтверждать врачи центральной кожуные больницы то есть вы считаете что изнасилование не видите перевела стрелки на других врачей которые как ну как понятно что не дали своих комментариев может быть раньше было мы можем говорить что семья а даже мать и очень они всегда даже в этом селе тоже видели они всегда дерутся она до семья плохая значит мальчика можно насиловать да вот такая вот чудовищная история конечно я просто в шоке была когда посмотрела очень рекомендую вам это посмотреть рекомендую и прошу вас больше там ставить лайков у ксении собчак чтобы это видео максимально набрала просмотры потому что это чудовищная история чтобы люди об этом узнали чтобы вот этих вот гадов которые просто уже свидетельствуют перед нами всеми да и скорее всего они делают это в следствии чтобы их ну как бы их мнение не учитывалось чтобы преступники понесли наказание и судя по всему вот вот эти все псевдо свидетели они все врут как как дышат а дышат часто вот об этом я хотела вам рассказать вот это хотела показать в общем спасибо за ваше внимание да посмотрите обязательно видео у ксении собчак дайте какую-то реакцию максимально дайте огласку этом этой истории потому что такого не должно быть я как мать просто смотрела это это просто страшно страшно такие вещи ну и наверняка вот если сейчас этому дадут огласку и выплывут еще другие истории потому что к сожалению даже в этой школе вот судя по сюжету были еще потерпевшие но вот видите на этом мальчике эти гады обломались да в общем желаю вам не попадать в такие истории желаю вам всего хорошего мира добра любви вашей жизни и давайте сделаем доброе дело дадим максимальную огласку этой истории этому делу чтобы виновные понесли наказание все я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока люблю вас всех очень сильно